Заметим, что и в пятницу в Минске, и двумя днями ранее в Москве министр иностранных дел Беларуси говорил о том, что белорусская внешняя политика была и остается многовекторной, что Беларусь не рассматривает улучшение контактов с Евросоюзом как исключающую альтернативу отношениям с Россией, нашим стратегическим союзникам. В среду в Москве была подписана двухлетняя программа согласованных действий в области внешней политики. Она имеет вполне прикладное значение как на государственном, так и на гражданском уровнях. Например, на том же саммите Восточного партнерства Минск не допустит, чтобы заключительная декларация носила антироссийский характер. А в скором времени, после взаимного признания виз, гости наших стран смогут приезжать и в Беларусь, и в Россию, имея визу лишь одного из государств. Но наибольший резонанс получило заявление о возможности участия Беларуси в миротворческом контингенте на юго-востоке Украины. Владимир Макеев подчеркнул, что официальный Минск не намерен занимать позицию ни одной из сторон. Если необходимо будет, мы готовы выделить соответствующий миротворческий контингент, если это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам, для того, чтобы участвовать в решении миротворческих задач. Работа над этой темой продолжается, и в нашем проекте резолюции обозначены абсолютно необходимые критерии миротворческой операции. Один из них, который является просто таким хрестоматийным, это согласие конфликтующих сторон на национальный состав контингентов, которые включаются в миротворческую операцию. После этих слов в Украине прозвучали несколько громких заявлений. Депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Масейчук начал опасаться того, что белорусские миротворцы могут стать троянским конем, и под видом белорусов, цитирую, «на Донбасс зайдут оккупанты из Российской Федерации». Конец статы. Другие политики даже призывали к визовому режиму и началу деятельности диверсионно-разведывательных групп, чтобы вырвать Беларусь из сферы влияния России. Это тоже цитата. И в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел Беларуси Дмитрий Мирончик вынужден был прокомментировать такие необычные заявления. Мы искренне желаем мира соседней Украине и готовы делать все возможное для его достижения. Иногда даже раньше, чем до этого, дозревают участники переговорного процесса. Сейчас тема миротворцев на Донбассе обсуждается и облекается в форму проектов резолюции Совбеза ООН. Мы говорили об этом еще в октябре 2014-го. Что до не совсем адекватных заявлений в адрес Беларуси, то хорошо, что их авторы в основном политические маргиналы, либо лица, не наделенные реальной властью. Их обличительные откровения являются очередной попыткой привлечь к себе внимание. Но когда за этим следуют призывы проводить диверсии на территории Беларуси, это уже за гранью политического пиара. Тут нужно внимание либо врачей, либо правоохранительных органов. Исходим из того, что украинская сторона даст этому как минимум политическую, а лучше правовую оценку.